МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. До центра подбросите? Садись. А что, назад боишься, что ли? Куда вы повернули? Вы не туда повернули. А вы не волнуйтесь, я просто через двор срежу. Остановите машину, пожалуйста. Я вас прошу, остановите машину, откройте дверь. Куда вы едете? Я вас прошу, остановите машину, куда вы едете? Нет! 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 Оставь! За заскани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ореха макадамии, масла лавры благородного, миндальное масло. Совсем вы женщину с ума посходили? Зачем вам на руки мазать такого количества масла? Чтоб ты понимал, это масло для кутику. Для чего? Очень хорошее и дорогое масло для кутику. Николай Петрович, мы изъялись в записи с камер наблюдения из двора, где был убит Петренко. Что-нибудь интересное нашли? С двенадцати до двух ночи туда проехало всего шесть машин. Одна из них принадлежит погибшему. Четыре жильцам этого дома. А одна некоему Степанову Максиму Владимировичу. Зарегистрирована он в другом районе. И только его машина выехала из-за гаражей после убийства. Надо его срочно к нам. Чего ты сидишь? Ну так Майский уже поехал? Здравствуйте. Вы Максим Степанов? Да, в чем дело? Скажите, вам знакомо имя Михаила Петренко? Стой, сука! Бар нельзя! Стойте его! Сюда руки! Вон, грузите его! Следы вашего эпителия, Степанов, найдены в ранах погибшего Михаила Петренко. Также на ваших ботинках обнаружена его кровь. Он мертв? Ну я... мертвее не бывает. Ну, да, я с ним подрался. И сдержался. Может, конечно, чуток перестарался. Перестарались? Вы избили и задушили человека. Задушил? Не было этого. Бил, да, но это все. Зачем мне выдушить? Вам виднее. Поэтому вы и убегали от нашего сотрудника. Да я думал, что этот жлоб жалобу на меня накатал за побои. Но не мог я мимо пройти. Девку он там в своей машине насиловал. Кричала она. Что я должен был делать? Что ж ты делаешь, урод? Полицию вызывать было бессмысленно. Девчонка убежала. А без ее показаний этому году ничего не предъявишь. Еще бы самому впаяли за побои. Девке вообще повезло, что я в тот день к бабе своей в этот двор заехал. Имя своей любовницы Степанов называть отказывается. Он говорит, что лучше за драку сядут, чем с ее мужем будут разбираться. Но возможность убить у него была. Мотива нет. Они даже не знакомы. Но убийство могло быть совершено в состоянии аффекта. Но почему Максим бил Михаила голыми руками, а потом надел перчатки, чтобы сдушить? Да черт его знает. У Ларисы тоже нет алиби. Но на первый взгляд и мотива нет. Жена утверждает, что Михаил был просто ангел во плоти. А Степанов говорит, что он напал на девушку. Я не верю, что жена может так плохо знать своего мужа. А вот синячки на лице этой жены, ты помнишь? Подобой фенгал, Петрович. А волосы, выдранные в машине. Сдается мне, не такой уж он белый и пушистый, как она пытается его нам представить. Я думаю, что Лариса нам врет. Это классическое поведение жертвы домашнего насилия. Оправдывает мужа. Благополучный семьянин Михаил Петренко найден задушенным возле своей машины. Жена утверждает, что убитый был золотым человеком. Он не имел врагов и с головой ушел в религию. Но расследование ФС рисует совсем другой портрет погибшего. Любящий муж и отец оказываются жестоким насильником. Свидетель Максим Степанов видел, как Михаил пытался изнасиловать девушку в своей машине. Максим вступился за жертву и избил Михаила. Теперь Максим сам стал подозреваемым. Но он утверждает, что оставил Михаила на земле избитым, но живым. Сейчас проверим, могла ли Лариса сдушить своего мужа. Для того, чтобы сломать трахею, на шее нужно оказывать давление примерно 68,2 килограмма на единицу площади. Оксан, оказывай давление. Давление в 17,3 килограмма. Сдушить ты его сдушила? Ну, даже хрящи не сломал. Дай покажу, как надо. 21,4 килограмма. Ну, тут что-то не то. Наверное, манекен неправильный. Это что это у вас? Вместо эспандерши, ну дай-ка. Да он неправильный. Я же говорил. Ты, Ваня, не комплексуй делать тренировки. А тренировалась Ларисе достаточно. Она бывшая массажистка. Ей твое давление расплюнуть. Она вон, Майску, голову оторвется. Чего? Говоря уже о манекене. Фу! Николай Петрович, я проанализировал звонки всех лиц, проходивших по делу Петренко. Что нашел? У Михаила Петренко и Максима Степанова был один общий контакт, Виктор Тимошкин. С ним созванивалась еще одна фигурантка дела, вдова Михаила Лариса Петренко. Это уже интересно. Кто он такой, Виктор Тимошкин? Непосредственно начальник Михаила в той же налоговой инспекции. Значит, Максим намрет. У него есть связь с убитым. Нужно срочно найти этого Тимошкина. На, ознакомься. Что ж ты будешь мне по-прежнему утверждать, что случайно оказался на месте убийства? Хорошо, не случайно. Только это ничего не меняет. Да ты чего? А как ты за гаражами-то оказался? Следил я за Михаилом по просьбе Тимошкина. Вот. А что мне сразу не рассказал? Боялся. Потому что разрешения на занятия частной соскной деятельностью у меня нет. Ага. А зачем, как ты думаешь, Тимошкину понадобилось следить за Петренкою? Я не спрашивал. Ладно, в итоге, что ты о нем выяснил? Да странный он какой-то. Все время в один и тот же двор ездил. Однажды на улице за какой-то бабой погнался. Теперь-то я понял, он так себе жертву выбирал. Вот вчера и выбрал. Только охотился он на блондинок, а напал на брюнетку. Давай адрес. Стой! Подожди! Подожди! Он опять за свое. Пока Тимошкин у допросит, давай-ка быстренько посмотрим, что у него в мобильнике. Так, смотри, он по нескольку раз в день созавелся с женой Михаила Ларисой. И смс-ки, а он их хранил. Ну надо же, сентиментальный какой. Я люблю сентиментальных мужчин. А вот сентиментальный подозрела, я ему даже очень. Он уехал, я скоро буду. Потерпи еще немного, сейчас все это закончится. Я все решу. Не волнуйся. Похоже, что начальник Михаила имел бурный роман с его женой. Оттого и начал с Лешкой. И судя по тому, что муж Рогоносец теперь мертв, с Лешкой дело не ограничилось. Да как вы можете обвинять меня в смерти Мишки? Он был моим лучшим другом. А жена лучше подруги, да? Ну вот выяснили кое-что. Оказывается, Михаил ходил продать квартиру, в которой проживала его семья. Квартира была оформлена на него, он уже и риэлтора нашел. А вдруг вы таким образом пытались освободить Ларису и получить квартиру, а? Да вы все не так поняли. Мы с Ларисой знакомы с детства. Она мне как сестра. Она меня просто просила ей помочь. Помочь в чем? Она хотела понять, что с мужем происходит. Но он очень изменился год назад. Он тогда занял у меня 500 тысяч. А как вы думаете, зачем ему понадобилась такая сумма? Он никому не сказал. Ты что творишь? Ты что? За деньги свои, да, переживаешь? Не бойся. Я отдам. Заработаю. Отдам. А если надо будет, я квартиру продам. А жена и дети. Ты о них подумал? А... А... Только о них... и думаю. Знаешь что? Хорош мозги заливать. Хорош, я сказал. Хорош мозги заливать. Я сказал. Вот видишь? Я не могу себя сдерживать. Я не могу себя сдерживать. Сдерживать. Камрад. Короче, Виктор дал мне все фотографии, которые делал для него мать. Он все еще подозреваемый? Ну, как бы, да. У Тимушкина алиби, мы же проверили. Возможно, причина убийства Михаила и его садистских наклонностей. Попробуй увеличить ее лицо. Как дела у моей крошки? Теперь он мне все время мерещится. Мне кажется, что он все время рядом. Потерпи еще немножко. Мы установили, что вечером в день убийства были в машине вашего мужа. Неправда. Правда. Вы оставили на двери следы масла для кутикулы, которые вам нанесли на руки в тот же день, в три часа дня в салоне красоты. Да, я встретилась с мужем поздно вечером. Мне нужно было поговорить с ним. Пожалуйста, ты можешь мне все рассказать? Ничего не случилось. Я тороплюсь. Я знаю, у тебя кто-то есть. Тебе нужна другая? Я тебя прошу, уходи. Николай Петрович, Виктор Тимошкин задушен у себя в машине. Хорошо, что у него при себе была ваша визитка. Полиция сразу позвонила нам. В целом, картина убийства похожа на убийство Михаила. Механическая асфиксия, перелом хрящей, те же следы перчаток, тот же способ удушения. Неужели никаких новых зацепок? Ну почему же, есть и новые. Я сделала смывы из-под ногтей трупа и обнаружила там следы эпителия. По всей видимости, это эпителия убийцы. Виктор боролся с ним и схватил его ногтями выше перчаток. Судя по ДНК, убийца мужчина, и это не Максим Степанов. Судя по ДНК, это видео с флешки, из машины Тимошкина. И там же фото, которое сделал Степанов во время слежки с Михаилом. Да, кто бы мог подумать, что Михаил окажется настоящим маньяком. ФЭС расследует убийство скучного сотрудника налоговой инспекции Михаила Петренко. Его находят избитым и задушенным. Выясняется, что хороший семьянин и верующий на самом деле был жестоким насильником и убийцей. Жена Лариса утверждает, что ничего не знала о наклонностях мужа. Лучший друг Михаила, Виктор Тимошкин, одолживает ему 500 тысяч рублей. Михаил никому не говорит, на что нужны эти деньги. Тимошкин нанимает частного детектива, чтобы следить за Михаилом. Тимошкин явно знает больше, чем говорит. Вскоре Виктора Тимошкина тоже находят задушенным в его собственной машине. Так, значит, Михаил преследовал, насиловал и убивал девушку. И, возможно, блондинка с Видева не единственная его жертва. Запись была сделана год назад. Я посмотрел базы пропавших без вести, там похожей девушки нет. В базе неопознанных трупов такой тоже нет. Наверное, он сумел спрятать тело. Зато я нашел преступление с похожим почерком. Все эти девушки были так же изнасилованы и задушены. Ты хочешь сказать, что Михаил был серийным убийцей? Не-не-не, по этому делу уже сидит некий Павел Соков. А в прошлом успешный бизнесмен, между прочим. Джентльмены, не забывайте, что по делу Чикатило тоже вначале был расстрелян невиновный, пока его самого не нашли. Так что, я думаю, с этим Соковым надо пообщаться. В деле есть ваше признание по девяти эпизодам. Вы подтверждаете свои показания? Нет, не подтверждаю. Убийство было не девять, а десять. Я уже говорил об этом. Десятый труп так и не нашли. Этот парнишка хорошо работает. Простите? Тот парень, который подкладывал свою девку под людей с фантазиями. А у меня всегда были фантазии. Какие у вас были фантазии? Я хотел душить ее и чувствовать, как все ее тело содрогается в моих руках. В такой момент никто не может соврать. я встречался с ней раз в неделю и каждый раз очень хорошо платил. Однажды я просто не смог остановиться. И вы убили ее? Да. Я до сих пор помню это неземное ощущение полета. я помню как все ее тело дрожало в моих руках. А ее сутенер все подчистил. Да. Честно заработал свои полмиллиона. все. Да, мужик, ты перестарался. Так, значит, я хотел остановиться и не пока. ну я совсем перестал себя контролировать. Ну что сиюсь этим делать? А? Не очкуй, мужик. Купы знакомые есть, обставим все, как несчастный случай. Только тебе это стоить будет. Пожей. А вот это хорошо. На это вот денег не жалко. Здесь ты прав, все было дороже. Нет, нет. Ты не понял. Вот этого того стоило. Понимаешь? Да. Два человека мертвы. По-моему, пора признаваться. Я давно стала подозревать, что муж совершил что-то страшное. Пришлось даже нанять частного детектива. К тому же, Виктор сумел взломать пароль на ноутбуке мужа и сумел скачать это ужасное видео. Там, где ваш муж убивает блондинку. Почему вы не заявили полицию? Посадить мужа и отца своих детей? Да кто бы так поступил? Я хотела ему помочь. А когда мужа убили, я поняла, что отомстил кто-то из жертв. Что вы сделали? Я уничтожила ноутбук мужа и умоляла Виктора выбросить флешку и забыть эту страшную историю. Но он меня не послушал. Что-то тут не так. Ну что? Смотрите, девушка с фото в машине и девушка на видео с убийством. один и тот же человек. Да ну ладно тебе. Как такое быть-то может? Может он в первый раз не убил ее, а только пытался, а теперь она пришла отомстить. Конечно. Он опять попытался ее изнасиловать, она снова стала жива. Да ну так не бывает. У нее должно быть тогда девять жизней, как у кошки. А вам не кажется, что очень похожий паттерн поведения у Михаила и у маньяка Сокова? Так не бывает. Только если один маньяк подражает другому. Паттерн, паттерн. Я тебе потом объясню. Да-да-да. Кстати, действительно, описание ненайденного трупа убитой Соковым девушки очень напоминает девушку с видеозаписи Михаила. Вам знакома эта девушка? Да. Это она. Моя первая. Та самая, которую вы убили первой. проститутка. Вы помните точную дату, когда это произошло? Конечно. Такое не забывается. После этого я стал тем, кто я есть. Сверхчеловеком. Я смог шагнуть за край. это случилось 10 октября 2010 года. Три десятки. Понимаете, что это значит? Это знак. Вот как. А фотография была сделана в марте 2011. 11-го. Как это? Это не может быть. Я же убил ее. Она жива. обограли меня. А я-то думал, что я смог подняться. Надо. Это значит, моя вся жизнь это только цель и тлен. сидеть. Я убил ее. Я убил ее. Я убил ее. Не, 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 я убью их, я убью их. Чуть не убил, какая сволочь. Да ладно, Крошка, ничего страшного, побыла немного в отключке. Кайфанула, небось? Иди ты со своим кайфом. Издеваешься, что ли? У меня жизнь одна, и подыхать я не собираюсь. Нет, Крошка, теперь у тебя много жизней, очень много жизней. И бабло другое, ты просто не представляешь, на какие бабки я его поставил. Я тебе уверяю, тебе понравится умирать. Скромный работник налоговой инспекции Михаил Петренко избит и задушен возле своей машины. Выясняется, что Михаил вел двойную жизнь. Год назад он сильно изменился. Отдалился от семьи, занял крупную сумму денег, ушел в религию. ФС находит видео, где Михаил во время секса душит и убивает красивую блондинку. Преступный почерк Михаила напоминает действия другого маньяка. Павел Соков уже сидит в тюрьме за 9 убийств. У Михаила и у Сокова обнаруживается общая жертва. Как два преступника могли убить одну и ту же девушку? И как эта девушка оба раза могла остаться живой? У этой девчонки действительно жизни больше, чем у кошки. Ее убили уже два маньяка, а она все еще жива. Это афера. Возможно, Виктор слишком близко подобрался к ее организаторам. Он хорошо изучил ноутбук Михаила, я делаю то же самое. Сайт был в закладках ноутбука Виктора Тимошкина? Сайт любителей сада Маза. Как тебе такой текст? Обычный секс не удовлетворяет, жена ни на что не соглашается. Давно мечтаю найти девушку, с которой можно делать все, что угодно. Готов любые деньги за это отдать. Особенно нравится душить во время секса. Кадость какая. А вот кому-то понравилось. Вадим, видимо, сутенер. Предлагает обсудить гонорар. Похоже, клюнула рыбка. Звание главного рыболова. Иди-ка сюда. Что хочет господин от своей рабыни? От своей рабыни господин хочет покорности. Да. Так. Давай. Так. Да. Вот так. давай, дорогой. На. Да, давай. Тащу. Молодец. Так. Че-че-че. Сейчас паше. Сейчас паше. Так. Это все, на что заспособен? Патент. Наутешься за страдания. Извращенец. Майский поставил жучок в квартире этой девицы. Сейчас к ней пришел сутенер. Мне все это надоело. Я делаю всю работу, а ты только деньги гребешь. Конечно, ты можешь уйти. Я тебя не держу, ну, давай еще раз напоследок. Опять мертвяк. Да клиенты отличные, осечки не будет. Все бабки твои. Это Настя оставила свои волосы в машине Михаила Петренко. Значит, Михаил был их клиентом, они его убили, а теперь хотят кинуть еще кого-то. Судя по времени, вот и новый клиент. Скорее, новая жертва. Сколько можно, твое? Эй, ты чего? Эй, очнись! Твою мать! Вадим, можешь подойти? Здесь такое. Никому не дергаться! Опоздали. Ксения, погоди-ка. Милая, у меня все заработало. Она жива! Жива! Так, вы все задержаны. Ты тоже собирайся. На ваших ботинках найдена кровь Михаила Петренко, а ваше ДНК под ногтями Виктора Тимошкина. Это вы их убили. Я никого не убивал. А также нам известно о вашем садомазохистском бизнесе. Ой, тоже мне криминал. Эти зрачинцы получали то, что хотели. Я получил то, что хотел я. Все были довольны. Своими руками вы создали как минимум одного маньяка. Павла Сокова. И это вы виновны в смерти его жертв. Найди мне еще одну девку, а? Я хочу еще. Я заплачу. Отвали, я больше не занимаюсь такими делами. Подожди, ну ты же смог в прошлый раз. Я целыми днями только вспоминаю о том, как это было. Хочу попробовать это снова. Это была случайность. Не звони мне больше. Да. С этого момента Настя начала притворяться мертвой на постоянной основе. Какое-то время она встречалась с клиентом для жесткого секса. А когда понимала, что его можно обмануть, имитировала свою смерть. Вот так было и с Петренко. Да все нормально было, пока у этого придурка башни не снесло. Чувство вины мать его. Михаил не мог забыть о преступлении. Его мучили угрызения совести. Настя ему повсюду мерещилась. Вот почему он преследовал незнакомых девушек. Настя, ты что ли? Я не пойму. Михаил был всегда не такой, как все. Он и до этого боролся с самим собой. И только со мной он мог расслабиться. Он все время снимал на видео наши встречи, потом их пересматривал. А после моей смерти он долго не мог прийти в себя. Он так переживал, что каждый день ходил в наш двор. Это что же, вы продолжали жить в том же месте? Нет, что, мы часто меняли квартиры. Просто в том дворе есть салон красоты, в который я привыкла ходить. Там мастер гениальный, скидку мне 20%. Это ты? Это действительно ты? Что тебе нужно? Значит, не зря я молился. Я раскаялся в своем греке, и Бог вернул тебя к жизни. Ой, как же так получилось, что ты осталась жива? Я думал, что убил тебя. Да стань ты уже живая, я живая. Ты же меня убил почти. Я полгода в коме была, чуть живая и осталась. Прости меня. Прости, это я должен был умереть сразу. Как только понял, что во мне живет зверь, и от меня только боль и зло. Я пытался сдерживать себя, но я не смог. А ты себя не казни. Слышишь, я должна была тебя остановить. Я так довелась, что не могла этого сделать. Ну, ты же помнишь, как это было. Ну, помнишь? Не буди вам в него слова. Нет, не надо. А я хочу. Я хотела тебе сразу позвонить, я как-то скучилась, но Вадим мне не дал твой телефон. И я помогу тебе, слышишь? У нас теперь все будет по-другому. Ты мне так и должен. Ты мне так и должен, в детстве. Все будет. Нет, 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 не нужно. Вадим сказал, что мы должны избавиться от Михаила. Это он меня заставил. Я должна была выманить ему Михаила еще одну встречу и назначить ему еще одно секс-свидание. Я хотела обставить все красиво, но это же его последний раз. А что назад, боишься, что ли? Куда вы повернули? Вы не туда повернули. А вы не волнуйтесь, я просто через двор срежу. Остановите машину, пожалуйста. Я вас прошу, остановите машину, откройте дверь. Куда вы едете? Прости, мы не должны этого делать. Я не выдержусь, я с тобой опять что-нибудь случится. Конечно, мы не должны этого делать. Поэтому отпустите меня, пожалуйста, я прошу вас. Что вы делаете? Не надо, что вы отпустите, что вы делаете? Просто отпустите меня. Нет, нет, нет. Что ж ты делаешь, урода? Виктор Тимошкин слишком много узнал, когда извещал ноутбук Михаила. Вместо того, чтобы побежать к вам, он начал шантажировать Вадима. Но кто виноват, что Вадик его грохнул? Кто виноват? Ты чего здесь строишь? Ты не представляешь, что это отворило? Сколько ты жизни искалечила, разрушила? Михаил и Виктор мертвы. Соков дураком стал вообще, сверхчеловеком себя чувствует. Еще один твой клиент с собой покончил. Ты чего? Ну ладно, я же их семьи спасала. Михаил вообще не мог спать с женой. Боялся, что она узнает, кто он такой. И правильно боялся. Она бы испугалась. А я ничего не боюсь. У меня жизни больше, чем у кошки. Послушай меня внимательно. Может быть, у тебя и было жизни больше, чем у кошки. А теперь осталась одна. И приведешь тебя в тюрьме. Это гарантирую. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok